Мы уже вводили понятие соответствия как подмножество прямого произведения множеств. Следующий уровень таких алгебраических структур есть отображение. Это очень просто. Представляете себе, есть ли соответствие, у которого область определения в точности совпадает с множеством x, на котором строится это соответствие. Допустим, некое соответствие g, двоеточие, из x соответствие в y. Но если так случилось, что область определения, помните, это домейн, 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 g равняется x, то такое соответствие называется отображением. Среди всех этих отображений, кстати, обозначаются часто функции, вот f от x равняется y. Или еще, знаете, x, стрелочка, вверху f, здесь вот y. Ну и совсем просто, y равняется f от x, это как функция. Вот как раз мы подошли к такому определению, как функциональное отображение. Значит, функциональное отображение, у них только одно свойство. Конечно, бывает все разные отображения, мы будем проходить функциональное отображение. По умолчанию все отображения у нас будут функциональные. Если каждому x одно единственное y соответствует, то есть, если у нас оказывается, ну, сейчас на примере, который я обычно даю, как графический образ соответствия и соответственное отображение, у нас, допустим, вот у нас некоторые элементы из области x, а это элементы из области y, это у нас все x, а это у нас все y. И вот каждому, допустим, а, b, c, неважно, а это, допустим, альфа, бета, гамма. Вот если, во-первых, каждому элементу а, b, c должно соответствовать что-то. Что-то. Сначала просто дадим графическое представление для просто отображения, даже не функционального. Потому что я возьму на хаотичный, главное, чтобы это было. Это сюда, потом это поставлю сюда. Но вот это нельзя пропускать. Мы должны обязательно сделать так, чтобы у этого было что-то там, куда-то. Ну, пускай сюда вот. Но такое соответствие, такое отображение, но оно уже отображение. Все здесь, область определения, а, b, c, область x тоже, а, b, c совпадает. Ни одного элемента, неохваченного вот этим отображением нету. Но оно не функциональное, потому что, смотрите, с c понятно, c один единственная бета. А понятно, но единственная альфа. А b неизвестно куда идти, в b, или в бета, или в гамма. Это все равно, что если мы когда проходили в элементарной математике, которую по ошибке называют высшей математикой, кривые, то вот это вот у нас однозначные кривые. А если кривые, которые были бы, имели вид вот с такими вот штуками, когда у одного икса несколько игреков, вот одно и другое. Вот, неизвестно куда идти. Нефункциональное. Вот такие отображения мы не будем рассматривать. Кстати, вот такие кривые довольно-таки любопытные изучать в теории катастроф. Вот как раз там прощелкивание, вот, некий процесс идет, доходит до этого момента, и оказывается, можно здесь оказаться и здесь. Ну, эти вот прощелкивания, это из теории катастроф. Мы сейчас проходить не будем, но видим, в чем отличие функционального от нефункционального. Но в дальнейшем, повторяю еще раз, мы будем рассматривать только функциональные отображения. И понятие, связанное с отображением, есть понятие характеристической функции. Вот отдельно запишем понятие характеристической функции, потом как ей пользоваться. Допустим, у нас имеется некоторое множество Е. И подмножество А. Значит, А подмножество. Ну, знаете, там бывает собственное, бывает не собственное. Это сейчас не принципиально, может быть, даже равно Е. И вот задается характеристическая функция, обнастоящая цехи. Задается следующим образом. Вот характеристическая функция подмножества, именно подмножества, А множество Е, называется такое соответствие, ну, или, можно сказать, уже такое отображение, которое равно единице. Если Х, на котором строится, Ф от Х, Е от Х, если Х, как элемент, принадлежит А. И 0, если Х, как элемент, принадлежит Е минус А. Помните, Е минусу так ставится, Е минус А. Вот это характеристическая функция подмножества. На основе вот этого простого, в общем-то, определения, значит, смотрите, значение не всего-навсего, только два числа, либо 0, либо 1, либо 0, либо 1. Но за счет этого можно упрощать некоторые действия с множествами, а также с соответствиями и отображениями. Вот некоторые свойства характеристической функции. Ну, во-первых, если мы будем характерическую функцию строить на элементах Х, принадлежащих всему множеству, то очевидно, единица. То есть у нас всегда все элементы Х, принадлежащие Е, принадлежат, естественно, Е, поэтому это единица. Помните по определению? Если принадлежит там множество, то единица. Если не принадлежит, если вот эта штука принадлежит вот этому, то единица. Если эта штука не принадлежит этому, то 0. Здесь от пустого множества, но ясно, что это будет 0. Не принадлежит. Пустого множества ничего нет, не содержит. И еще три важных свойства, собственно, которые и породили необходимость вводить характеристическую функцию. Потому что если мы с множествами работали как объединение и пересечение, ну там разность еще, да, или симметрическая разность, то нам иногда удобнее переходить на язык логики, а там у нас конъюнкция и дизюнкция. Вот здесь как раз такой мостик от теории множеств к теории логических преобразований, к логике, математической логике. Итак, характеристическая функция на Е минус А, то есть дополнение к А. Получается единица минус характерическая функция от Х на множестве А. Единица минус, то есть вот здесь вот минус приходит в этот минус. Затем два множества А и Б. Объединяются они, пересекаются они, не пересекаются, нам не важно. Вот два каких-то множества. Если берем характеристическую функцию Х на множестве пересечений А и Б, то это все равно, что найти конъюнкцию, то есть логическое умножение. Помните логическое умножение? 1 на 0, 0, ну как обычное умножение. 0 на 1 это 1, 0 ежедневно 0, 1 ежедневно 1, 1. То есть обычный, кстати, знак А и Б не пишется, просто пишется ААБ традиционно. Но сейчас мы для начала написали конъюнкцию. Хи Х на множестве А, характеристически Х на множестве Б, здесь конъюнкция. Ну, а дизюнкция, то есть сумма, легко догадаться, но я думаю, вы сами догадаетесь. Это будет Хи на А, вот элемент, который здесь Х. Но здесь будет, естественно, дизюнкция. То есть даже, честно, внешне похоже этот значок на такой значок. На Хи Б от Х. Вот имея характеристические функции множества и его подмножеств. И дальше уже можешь оперировать с этими множествами, используя понятие характеристической функции. Пример. Пример. Вот множество Е. А, Б, С, Д, Е. И два подмножества. А, Б, Д и С, Д. Вот обозначенные буквы А заглавные и Б заглавные. Ну, ясно, что у нас и так довольно-таки легко догадаться, чему равняется объединение и пересечение этих множеств. Но выполним это с помощью характеристических функций. Строим характеристическую функцию множества А. Причем, характеристическая функция – это, конечно, у нас отображение. Отображение – это как бы частный случай соответствия. Соответствие, помните, это набор вот таких пар элементов. То есть это подмножество прямого произведения двух множеств. При этом характеристическом функции всегда вторым множеством будет являться множество двух элементов. Один и ноль. То есть у нас в качестве второго элемента в соответствии. Вот в этом соответствии. Нет, в отображении. Но уже говорили, что характеристическая функция – это отображение. Отображение. Вот. У нас будет единица. Итак, характеристическая функция на множество А. Подмножество А. Мы всегда говорим о характеристической функции подмножества Какого-то множества Значит, мы говорим, что А, Б, Д входят, значит, у них единички Вторыми 1, 1, 1 А С и Д не входят 0 и 0 У подмножества Б всего из двух элементов С и Д с единицами стоят Вот С стоит с единицами, Д стоит с единицами А все остальные с нулями Это, конечно, простой пример, кажется, что там делать Может так и без характерических функций Но, если у вас будет не 3, 4 элемента До 1000, то машинная обработка Значительно проще работать с нулями-единицами Чем заниматься Проверкой Принадлежит или не принадлежит Хотя вот в таких Компьютерных программах Или языках программирования Паскаль, Си Вот я на Мэпле программировал В Мэпл подобных языках Там есть операция Принадлежит А зачем эта операция, когда можно Если перевести их шагистическую функцию Просто говорить 0 Не принадлежит 1 Принадлежит удобно и просто Ну и здесь мы продемонстрируем Найдем, например Мы здесь Объединение множеств Вот так обозначается Значит, это будет Дизюнкция То есть логическая сумма Вот этих вот Этих вот Отображений Значит, как мы будем Логически складывать Для элемента А Значит, здесь фигурный скобок Сколько у нас получится Давайте я буду ставить только Отличные от Нуля Значит, для элемента А Складываем 1 на 0 Логически складываем Это единица Значит, 1 значит Принадлежит Запятая Ну, ясно, что Б тоже принадлежит Потому что 1 и 0 Принадлежит С 1 и 0 Принадлежит Д 1 плюс 1 Как ни странно Это тоже будет 1 Кто-нибудь у нас со стороны послушал Скажите Ребята, звучились Так, Д 1 плюс 1 Это будет 1 А 0 плюс 0 0 Значит, е 0 Ну, дальше можно просто выписать Который отличный от нуля То есть, у нас имеется А Б С Д Вот такое у нас получается Подмножество А вот Такой результат этой операции Такой результат операции Или такое значение Вот этой вот функции Хи А если Пересечение Ну, здесь у нас будет умножение 1 на 0 Не принадлежит Это не принадлежит Это не принадлежит Единственное Элемент Д А это тоже не принадлежит Но оно и видно Что был Этот элемент У нас Общий Вот так Работаем С характеристическими функциями Ну Вернемся К отображениям Сейчас мы будем давать Некоторые свойства Неочевидные Отображения Некоторые операции с ними В общем Свойства отображения Но сначала надо дать определение Что такое равное отображение Довольте просто Равное отображение Значит у них совпадает Область определения И области значения Допустим у нас Отображение F1 Двоеточие Может так написать X1 На Y1 Область Домейн Область значений Y Область определения X1 То же самое F2 Двоеточие X2 Отображается на Y2 Так вот F1 Равняется F2 Если во-первых Совпадают X X1 Равняется X2 Совпадают Y Области Image Область Y1 Равняется Y2 А самое главное Что для любого Пишется знак Квантер Любой Для любого X Принадлежащего Ну тут Теперь Когда мы договорились Что они совпадают X1 И X2 Мне не важно Принадлежит X1 Или X2 Допустим Принадлежит X1 Следует Что F От X1 О нет Просто F1 X2 Равняется F2 От X Значит Вот мы дали Определение Равных Отображений А теперь У нас Получается Сейчас скажу 6 свойств Этих Отображений Выдам секрет Что я Читаю Чтобы не соблюсти Авторские права Читаю Этот материал По курсу Лекции Элементы Дискретной математики Изванные В 2004 году Первое издание В МГТО МАМИ Автор Показеев Матяш И Черкесова Четвертый Автор Я В магазинах Не продается В самом МГТО МАМИ Может быть Там остались Очень удачная Книжка Кажется У меня На сайте Вуз Экспонента Точка Ру Где-то Можно найти В архивах Там Если покопаться Найти ПДФ Этой книги Но Там Без права Распечатки По условию Распространения Медаль Сказали Вы пожалуйста Наложите Ограничение Чтобы нельзя было Распечатывать Итак Шесть свойств Ну некоторые Совершенно очевидные Но некоторые Все-таки Надо подумать Ну допустим Первое свойство Я не буду доказывать Там Просто Сформулирую Если А1 Принадлежит А2 И Принадлежит Иксу То Это у нас Как бы Область Определения То И Имиджи Ф от А1 То есть От всех элементов На А1 Принадлежит Как подмножество Ф от А2 От А2 Второе Всего 6 Всего 6 Вот тут С пересечением Связано Ф От То есть Отображение От Пересечения А1 Нет я Оговорился От объединения Сначала от объединения Попроще Более очевидное А1 А2 Равняется Ф От А1 Объединение Ф А2 2 Ф От А2 Ф От А2 И вот Это Знак Равенства И как бы Все очевидно Всегда сбивает Изучающих Этот раздел С толку В следующем Свойстве Где Равенства Нету И это Надо будет Показать На пример Это я обязательно Покажу Когда касается Не объединения А пересечения Ф От А1 Пересечения С Ф 2 Имеется Множество Нашли пересечения На этом множестве Нашли Отображение Так Здесь Неравенство Уже будет А принадлежит 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 Эт Ф От А1 Пересечения Ф От А2 Это надо будет Показать Хотя бы На одном Примере Вот Дальше Если Четвертое Свойство Если Б1 Принадлежит Б2 Б2 И они Принадлежат Оба У Но это Область Значения Имидж То Обратное Мы же давали Понятие Обратное Отображение Просто Меняется Местами Имидж И Домейн То же самое Обратное И Отображение То Следует Что Для Обратных Отображений Которые Строятся Естественно Не на А А на Б Наоборот То есть Ф Минус Первое Ф Минус Первое Минус Первое Здесь Четко Должно Минус Первое От Б Первое Принадлежит Ф Минус Первое От Б Второго Вот так Вот То есть Обратное Отображение На самом Деле На самом Деле Это Довольно Очевидно Это Следует Из этого Просто Назови Вот это Отображение Обратное Просто Неким Отображением Ж Просто Ж Просто Ф Минус Первое Это Некоторое Отображение А для Отображения Спределил Вот это А в том Перепозначить Назад То есть Вот это В принципе Абсолютно То же самое Просто Тогда Если Это Будет Некоторое Ж То Для него Будет Область Определение Пятое Свойство Пятое Свойство Так Обратное То есть Обратное Тут Такие Жил Штучки Для Обратных А там По-другому Будет Ф Минус Первое От Начнем Б1 Объединение С Б2 Здесь Здесь Строго Равно Ф Минус Первое Здесь Никаких Таких Подводных Камней В виде Принадлежности Нету Ф Минус Первое От Б1 Но Естественно Здесь Стоит Объединение Но здесь Тоже Пишется Объединение Здесь Как бы Легко Запоминается И Легко Интуитивно Прослеживается Б2 И Шестое Уже С пересечением Ф Минус Первое От Б1 Пересечение С Б2 Равняется Ф Минус Первое От Б1 Ну и тоже Как ни странно Здесь нет такого Вот пересечения Ф Минус Первое От Б2 Осталось Теперь Показать Вот почему Вот это Соотношение Так ведет Себя Странно Ну у меня есть места Хватит Вот Рассмотрим Некоторые Отображения Пример Тангенс Ну на самом деле Это может быть И любой другой Пример А нет Может быть проще С тангенсом Короче Тангенс В частный случай Мы еще успеем Рассказать Вот у нас Имеется А1 И А2 А1 А2 А пересечения У них Пустое множество Вот Это А1 А это А2 А1 А2 Пересечения У них Пустое множество А теперь Рассмотрим Их Образы Вот это Ф1 Это образы Это уже получается Некий Там Б Некий Б И вот это идет В Б Б В некоторые Б1 И надо же Так случиться Что Ф2 Тоже идет В Б Или например Там Даже Ну Как минимум Сюда же То есть У них Одна и та же Область Значение Значит Смотрите Сюда Здесь Пересечение Вот этих Вот Ф А1 Не пустое множество А здесь Стоит Ф А1 Пустое множество Ясно Что пустое множество Всегда Принадлежит Множество Равенство Никак Здесь Не проходит Может Конечно Более Полно Сказать Например Не совпадает А вот Б1 Вот это А это Б2 Вот Это Вот это Вот идет Сюда Какая разница Б2 Ф А2 Строится на Б2 У них У этих Множеств Вот это Вот это Вот это Вот это Вот все Это Ф А1 А вот это Все Ф А2 Есть Пересечение Вот оно Вот Пересечение Не 0 А это У нас Естественно У нас Получается 0 0 Вот Поэтому Здесь Стоит Именно Стоит Принадлежность Вот Такое Представляете Ну я Про тангенс Зарикнулся Вот Просто Попробуйте Поработайте С тангенсом Тангенс Все таки Коротко Скажу Вот Вот В чем Фокус Тангенс Вот этих Углов От 0 До 1 И вот Этих Углов Тоже От 0 До 1 Как бы Они Сопадают А область Не пересекается Вот эта Область Вот эта Область И эта Область Не пересекается Как же Это Самый Случай А Области Значения От 0 До 1 Пожалуйста Здесь 45 градусов А область Значения Одна и та же Вот такие Свойства Отображения Ну Должен еще Сказать Важное Ну Потом еще Расскажу Можно В принципе Дать доказательства Напоследок Важные Важные Понятия Как Сюррекция И инъекция Запишите Сюррекция Я сейчас запишу Сюррекция И инъекция Это Важнейшие Свойства Отображений Которых нету Ни в соответствии Нигде еще Важнейшие Свойства Отображения Сюррекция И инъекция Это некие Свойства Значит Отображение Называется Сюррективным Сейчас все-таки Напишу Слово Сюррекция Отображение 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 Это икс Это область Значений Здесь Мы можем Только давать Значение Вот Игрек Мы сами Выбрали Вот Может быть Может быть Опрометчиво Но выбрали Вот Игрек Это вот Отсюда до сюда Игрек Игрек И так Случилось Вот так Даже можно Так вот Сделать И так Случилось Что наша Кривая Где у нас Кривая Что наша Кривая Пошла Так Что Во-первых Все элементы Икс Иначе вообще Это нет Ображения Если бы Я вот так Провел Вот так Вот Все элементы Икс Вошли Вот Отсюда До сюда У каждого Икс Имеется Вот такая точка Вот она Точка Вот это Значение Значение Но Увы Вот эти Значения Игреки Оказались Неоприходованными То есть У этих У этих Игреков У этих Игреков Нету Прообраза То есть Назад вернуться У этого Игрека Есть Как мы Так Так Сделаем Так Вот Прообраз Вот Готово Так Так Все есть А это Раз приехали Нету Это Не сюрекция А если У каждого Элемента Из области Значения Значит Во первых Если Речь идет Об отображениях То все А, Б, С, Д Должны войти От стрелки Даже от каждого Пойти Дальше Если оно функциональное А мы всегда говорим Что функциональное То не должно быть Двухзначности Можно даже Опять сделать Двухзначности Вот Я сделаю Так Из А Сюда В двойку Из Б Сюда В единицу Пожалуйста Может накрест Сюда Тройку Вот это Обязательно Мы должны Сделать Все взять Если мы Какой-нибудь Пропустим Может Это уже Будет Потом Это сюда А пятерка Оказалось Неохваченная Значит Это не сюръекция Если мы Хотим Дополнить До сюръекции То у нас Не получится Ничего Смотрите Они все Заняты Своими И дополнительно Нельзя Иначе Функциональность Потеряется Вот я так Привести Стрелочку Да Это будет Отображение Но он Нефункциональный Мы таких Просто не изучаем В принципе Такие изучают В более Полных Разделах Дискретной Математики Так что Вот это У нас Отображение Не сюръективное Затем Следующая Инъекция Это как Укол Что это Медицинский термин Инъекция Инъекция Это в том случае Если Для разных Значений Значит Если у нас Х1 Принадлежит Области Х Х2 Принадлежит Х То для Инъективных Отображений У нас Ф От Х1 Для любых Х1 Х2 Не равняется Ф От Х2 Если в переводе На человеческий язык Это означает Монотонность Монотонность Пример Пример Синус Явно Не инъекция Смотрите Если Нет Конечно Надо дать Область Определения Область Значения Иначе Все это Пустые разговоры Если возьмем Вот Х Вот этот Вот К примеру Вот Х А Игрек От Нуля До Единицы Давайте От Минус Единицы До Минус Единицы Так Удобнее Интереснее А этот Игрек У нас Этот Игрек То Это Конечно У нас Сюр Екция То есть Все Игрек Задействованы Проблем Нет Это Функционально У каждого Икса Есть одно Единственное Значение Но Неинъективно Потому Что Иксы Разные Вот Пожалуйста Иксы Разные А Игрек Одни Те же Значит Такое Отображение Неинъективное Но Теперь Переведем На Образ Граф Значит Тут Есть Очень Простое Графическое Толкование Вот Здесь От множества Иксы Есть множество Игрек Я Подпишу Вот Игрек Это Икс Вот Во-первых Мы Изучаем Те Соответствия Которые Являются Отображением То есть Используют Все Иксы Затем Изучаем Функциональные Это значит Не должно Быть Вилки В эту Сторону То есть Не Даже Разветвление Вот Так Вот Вилки В одну Сторону Не должно Быть Для Функциональных А Затем Инъекция Не должно Быть Вилки В обратную Сторону То есть Отсюда Не должно Быть Разные Иксы Один Игрек Вот Такой Вилки Не должно Быть Ну 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 Наконец Что Такое Сюрекция Не пропущен Ни один Игрик Не пропущен Ну Жесткие Требования Но зато Мы можем дать Последнее Заключительное Определение Сегодня Наверное Это Биекция Объекция Это отображение Которое Одновременно И сюрективно И биективно Ну и для Для этих Отображений У меня есть Теорема Которая Кстати На ютубе Я где-то Эту Теорему С доказательством Формулировал